Девчонки, мальчишки Дядюшка Бухья, живой, не из книжки Это мой дом, чудеса в нем живут, знания разные прячутся тут Очень люблю я покой и тишину Что там за шум, что-то я не пойму Бухты-барахты, плюшки-ватрушки Скоро здесь будут друзья и подружки Буду здесь прыгать, бегать, скакать Дядюшке Буху спать не давать Спрячусь и буду за всем наблюдать Бухты-барахты, пора начинать Привет, дядюшка Бух Привет, привет Ты как всегда спишь? Ну, а что еще делать? Как что? Спортом заниматься Ведь Чуваша самая спортивная республика Ой Поднимайся, Бух Сейчас мы сделаем из тебя самого здорового и энергичного волшебника на свете Интересно это как? Давным-давно, когда мой папа был маленьким Дедушка установил ему шведскую стенку Папа каждый день делал на ней упражнения Поэтому вырос таким красивым, здоровым и успешным Теперь мои родители купили шведскую стенку для меня Ведь они тоже хотят, чтобы я вырос сильным и крепким И я тоже с удовольствием на ней занимаюсь И у меня дома есть шведская стенка И у всех моих друзей тоже А в твоем волшебном доме до сих пор нет Непорядок Поэтому Бух тебя ждет сюрприз От компании Романа Здравствуйте, это вам Вот шведская стенка Ух ты Целая шведская стенка В одной маленькой коробке Чудеса Сколько же тут деталей Как же мы их будем собирать все вместе Не беспокойтесь Наши шведские стенки собираются очень легко и просто Мы установим ее вот к этой стене А тем, у кого нет натяжных потолков, не придется даже сверлить Ведь наша шведская стенка устанавливается с помощью распорного механизма Между полом и потолком Засекайте время Мы ее установим за несколько минут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ух ты Ничего себе И шведская стенка И канат И кольца Все есть Причем все эти детали можно установить, как вам удобно И регулировать по высоте в зависимости от роста ребенка Здорово И ярко И красиво Как раз для детской комнаты Только у меня один вопрос Выдержит Эта шведская стенка меня? Конечно, шведские стенки от компании Романа очень надежны Допустимый вес занимающегося 100 кг На ней можно заниматься всей семьей Осталась последняя деталь Под шведской стенкой должен лежать мат Это обязательное условие безопасности Ну что, вперед? Ступеньки и перекладины Совсем не скользят И как будто даже массируют руки Бух, подвинься Мы тоже хотим играть Ну что, вы довольны? Да мы просто счастливы Это даже интереснее, чем играть на компьютере А я вот что придумал Давайте устроим конкурс фотографий Ребят, сфотографируйте себя и личняк своей семьи на шведской стенке от компании Романа Покажите, как вы и ваши родные счастливо занимаются на ней И выложите свою фотографию в официальную группу национального телевидения Чувашей ВКонтакте Автору самой оригинальной и счастливой фотографии мы обещаем подарить такой же комплекс Здорово! Первые фотографии конкурса мы покажем в следующем выпуске передачи Бухта-Барахты Ну что, вы готовы? Ну, так Ой, а кто это ко мне в гости пришел? Привет, Юль, привет, Саша Чего это вы сегодня такие молчаливые? А, привет, Бух Ой, а вы знаете, мне сегодня такой сюрприз устроили Вам что, совсем не интересно? Вы хоть иногда отвлекаетесь от своих телефонов? А ну-ка выходите из интернета и отключайте телефоны Бух, перестань, ты сейчас становишься похож на школьного учителя А разве это плохо? Да вредны они все Я только в контакт зайду Они сразу орут Долинский к доске Я пока у доски парюсь В телефоне минуты считаются Деньги со счета уходят Заставить бы Анну Михайловну саму платить по этим счетам Сколько денег из-за нее уходит Значит, вам ваши учителя не нравятся? И какой, скажите, пожалуйста, учитель вам нужен? Такой, который все разрешает Ну так это без проблем Знаю я одного учителя Точнее, учительницу Она запросто, кардинально изменит ваше отношение к урокам Бах, бух, плюх, патрух Здравствуйте, ребята Меня зовут Анастасия Юрьевна Давайте начнем урок Проходите Можете сесть там, где захотите Она мне уже нравится Что, правда можно сесть на любое место? Конечно, красавица Дорогие мои, вы не выключили ваши мобильные телефоны? Еще нет Сейчас отключим Что вы? Не надо Ни в коем случае А вдруг вам родители позвонят? Беспокоиться будут? Как хотите Вы думали, они вам мешать будут? Зайчики мои Сейчас я проведу урок биологии Мы запишем конспект к теме По которой на следующем уроке у нас будет контрольная работа Ой, я ручку дома забыл Можно я буду на телефоне печатать? Ну, конечно, сладкий мой Записывай Скелет млекопитающих Состоит Из Следующих раздел Итак Скелет млекопитающих Солнышко Ответь обязательно Вдруг что-то срочное Алло, мам, привет Да, я покушала Что давали? Картошку, котлеты и компот Булочки? Ну, конечно, купила Ладно, мам, извини, у меня сейчас урок Да, снова учительницы Очень хорошая Пока Ну, как там, мама? Все хорошо? Да, вроде Не болеет? Нет Ну, вот и слабненько А то все-таки сезон простуд Если что Я знаю множество народных рецептов Но не будем отвлекаться Пишем Отвечай, отвечай Алло, когда в кино пойдем? Сегодня после третьего урока У нас тут учительница новая Все разрешает Сегодня точно получится До встречи В кино пойдете? Правильно Просвещайтесь Отдыхайте Кстати, что за фильм? Дракула Замечательно Вот в моей молодости Таких фильмов не было Чтобы уроки прогулять Надо было родителей обманывать Градусник нагревать А тут, пожалуйста Посмотрел фильм ужасов И тут же заболел Психотерапевту попал Вот и сиди себе у него Хоть каждый день А он тебя успокаивает Уколчики делает А ты сиди Отдыхай в математике и биологии Красота Если эти ужастики Такие опасны То почему вы тогда Нам разрешаете их смотреть? Ужастики? Да это ерунда По сравнению с тем С чем вам предстоит В жизни столкнуться Так что смотрите Закаляйтесь Но мы отвлеклись Пишем дальше ЗВОНОКОЙНАЯ МУЗЫКА О! Ну вот и прозвенел звонок И урок закончился На следующем Будет контрольная По нашему конспекту В нем много того Чего нет в учебнике Но вы должны все знать Так мы же ничего не написали А это уже ваши проблемы Я материал давала? Давала? Будьте любезны Подготовиться контрольной Нечего было По телефонам разговаривать Но вы ведь сами разрешили Их не отключать Так как вы смеете Мне такое говорить? Еще один упрек В адрес педагога И я вам устрою Сладкую жизнь А если вас не интересует Мой предмет Да чтобы духу вашего Я больше здесь не видела Не хотите учиться? И не надо Вон, дворники и уборщицы Всегда востребованы Дядюшка Бух Дядюшка Бух Избавь нас пожалуйста От этой учительницы Наша по сравнению Все это ненормальное Просто золото А шесть часов без интернета Мы уж как-нибудь переживем Наши учителя Самые добрые Справедливые И заботливые Они с нами И в музей И в театр И к ним после уроков Можно подойти И вместе с ними делать опыты Тот-то же Ба-бух-плюх-ватрух Надежда Анатольевна Здравствуйте Здравствуй, Юля Вы даже не представляете Как я вас рада видеть А мы сегодня будем Проводить новые опыты Конечно, Юля Я всегда за Сейчас мы все подготовим И попробуем превратить Воду в молоко А молоко Воду Ух ты, здорово А что нам для этого понадобится? А для этого нам понадобится Раствор хлорида кальция Пищевая сода Оксусная кислота Вода И три стакана Ну что, приступаем? Сначала нам, Юля Нужно приготовить растворы Приготовим раствор Десятипроцентного Хлорида кальция Добавляем Его в первый стакан И перемешиваем Видишь? Раствор прозрачный Теперь Мы добавляем Пищевую соду Во второй стакан А теперь Добавляем В третий стакан Оксусную кислоту И снова Раствор у нас Прозрачный Ну что, Юля Приступим к опыту Ты должна Содержимое первого стакана Перелить Содержимое второго стакана Ух ты Два бесцветных раствора Превратились в мудную жидкость Белого цвета И правда Похожное молоко Но думаю Пить его нельзя Конечно, Юля Пить это молоко Нельзя А теперь Попробуем Наше молоко Превратить Обратную воду А для этого Мы берем Третий раствор И добавляем Его В наш стакан Да Жидкость стала бесцветной Как вы и говорили Чудеса Наука, Юля Наука Химия Надежда Анатольевна Скажите А какие-нибудь забавные случаи У вас были во время проведения опытов? Вот мы сегодня с тобой Работали с уксусной кислотой Уксусная кислота Достаточно сильная кислота Недавно При проведении практической работы Ребята не соблюдали правила И смешали все растворы вместе В результате этого Кислота оказалась прямо на кофте Ученика И представляешь Если бы не было кофты То ученик мог бы получить Серьезный ожог Этот случай, конечно, не забавный Но заставляет задуматься Что на уроках химии Нужно соблюдать правила техники безопасности Ну что, Юля Теперь перейдем ко второму опыту Он называется Незгораемый платок Для этого нам понадобится Вода Жидкость для снятия лака с ацетоном Свечка Спичка Зажим И носовой платок Сначала возьми платок Смочи его водой Немножко отожми А теперь окуни, пожалуйста, этот платочек В жидкость для снятия лака С ацетоном Разверни платочек А я зажгу свечу Ничего не бойся А теперь тихонько Поднеси наш платок К свече Ух, как вспыхнуло Юль, обрати внимание на наш платок Он остался целым и невредимым И даже не потемнел А почему так произошло? Просто ацетон сгорел А так как платок был влажным Он остался целым и невредимым Надежда Анатольевна Вы замечательный учитель Спасибо вам большое За такие увлекательные опыты Да не за что Ты главное запомни, Юля Без взрослых такие опыты проводить нельзя Конечно Это все ребята знают Привет, дядюшка Бух Привет, привет Ничего себе Какой у тебя комплекс появился Саша, не свисти Денег не будет Что за ерунда? Какая тут связь? Ну не знаю Мне мама так всегда говорит Примета такая есть Это ерунда Но если ты мне не веришь Тогда спроси человека Который профессионально занимается свистом Артиста Стаса Сидорова Он выступает под псевдонимом Александр Ролинский Бух Помоги нам пожалуйста Телепортировать Стаса в студию Да запросто Пах Бух Плюх Ватрух Привет, Стас Где это я? И почему на мне эти странные очки? Добро пожаловать в передачу Бухта Барахты Мне сказали, что ты умеешь свистеть Но не обычно А как-то художественно Покажи пожалуйста Это как? Конечно Я обожаю это делать Для начала я хотел бы показать вам Свою любимую композицию Ральф Макенбах Клик-клак 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 Считалось, что свист помогает изгонять злых духов. Соня, ну я же тебе говорил! Стас, а расскажи, как ты научился так свистеть? С самого детства я мечтал научиться красиво петь. Выступал на праздниках и вел мероприятия в 62-й школе. Но потом мой голос, как это обычно бывает, очень сильно изменился. Мне пришлось резко найти альтернативу. Мне кажется, что я нашел это сифлетинг или художественный свист. И сейчас в мире это очень популярно. А где ты чаще всего свистишь? Дома? Может, на улице? А может, вообще в душе? Интересный вопрос. Чаще всего я занимаюсь дома. Есть очень много роликов на YouTube, где подробно рассказывается, как свистеть, как научиться и как воспроизводить мелодии. Есть очень много исполнителей в наше время, которые считают, что свист – это очень важный элемент. Например, Флорида. Когда пианисты учатся играть на фортепиано, они разучивают разные гаммы. А ты делаешь какие-нибудь специальные упражнения? Я уверен, что для того, чтобы научиться свистеть, нужно иметь хороший слух и хорошее дыхание. Для того, чтобы изменить мелодию во время свиста, необходимо изменить положение не губ, как считают многие, а языка. А губы нужны лишь для того, чтобы придать свисту звонкость и громкость. А можешь нам еще что-нибудь насвистеть? Конечно, только очки надену, потому что очень они мне понравились. КОНЕЦ А ты ездил на какие-нибудь конкурсы? Показывал свое мастерство жюри? Да, мне это приходилось сделать. Я два года подряд становлюсь победителем Международного фестиваля таланта «Росицы» в Болгарии. Как бы это парадоксально не звучало, но на школьной минуте славы я занял лишь второе место. Ничего, Стас, в следующем году займешь первое. Спасибо за очень увлекательный разговор. С талантливыми людьми всегда интересно беседовать. И вам спасибо, что пригласили. А теперь верните меня, пожалуйста, домой, а то у меня очень много домашнего задания. Талантливые люди, они повсюду. И сейчас я вас хочу познакомить еще с одним необычным артистом. Его зовут Мамбрионок. Он живет с папой и мамой на лесной опушке. А еще он работает в Театре юного зрителя. И сейчас он очень хочет рассказать вам о людях, которые работают вместе с ним в Театре. Я Мамбрионок. А я Мамбрионок. Мы из семейства Лапотных. Живем в испушке на опушке, на воюшке. Идем в Театр юного зрителя. Да, питаемся овсянкой. Да, и говорим на русском. Ага. На английском. И на чувашском. Все право. Вот. Ух ты! Ух ты! Папа! А с чего начинается театр? С вешалки. С вешалки? Да. Так говорил великий режиссер Константин Сергеевич Станиславский. Ведь зритель должен чувствовать атмосферу сказки, даже когда сдает пальто в гардероб. И сказку это делают для детей и взрослых сотни людей. В первую очередь это актеры, которых все видят на сцене. А расскажите нам, пожалуйста, как артист работает над ролью. Вот смотри, вот пока тебя не было, я была в спортивном костюме. И мне хотелось делать зарядку, делать приседания, отжимания. А сейчас я делаю вот это платье красивое, да, Витя? Да. А сейчас мне хочется сесть красиво, жест какой-то красивый сделать, шею потянуть, грудь вперед. То есть образ, это тоже некое платье. Его одеваешь, и ты начинаешь с этим платьем, с этим образом жить. Оно само тебя ведет, понимаешь? И ты за ним идешь, слушаешься себя, что внутри творится. Идешь за этим образом. Ты должна еще и внутренне подумать, кто я, где я и зачем я. И исходя от этого, и вот создается такой столбик, понимаешь? У артистов есть свой начальник, режиссер. Именно он выбирает пьесу для постановки, решает, какому артисту какую роль дать, и, конечно, проводит репетиции. Сейчас в Театре юного зрителя идет репетиция сказки «Конек-горбунок». Смотрите, в спектакле задействованы даже неживые артисты. И актеры играют, и куклы играют. А сколько нужно времени, чтобы выпустить спектакль? 35 репетиций. Пока актеры готовятся к премьере, за кулисами тоже кипит работа. Например, художники придумывают костюмы для героев, а потом шьют их. А над каким костюмом вы сейчас работаете? Мы сейчас готовимся к Новому году. Шьем сказку. На эту сказку у нас костюм уже лисички готов. Вот. А костюм снеговухи у нас дышивается. Пойдем посмотрим, Мамаренок. Когда костюм доброй зимней волшебницы будет готов, его отправят в костюмерный цех. Костюмов там, видимо, невидимо. Есть даже платье-корабль. А вот этот наряд, наряд феи, крестной золушки. Хранится здесь уже больше 20 лет. А вы нам расскажете, как правильно хранить костюмы? Да, расскажу. Надо бережно относиться к костюмам. Стирать специальным порошком, чтобы они не линяли. И знать структуру тканей. Я уже много работаю. Я вроде, я как сама считаю, ни один костюм у меня не пропало. Все костюмы у нас очень хорошие. Теперь пора думать о прическе. Скажу по секрету, артисты часто выступают на сцене в париках. А еще бывает приклеивают усы или рисуют на лице разные родинки или румяные щечки. Специальные краски для лица называются грим. С его помощью можно даже превратить человека в животное. У нас есть такой спектакль, называется «Собаки». И там есть такая собака по роду бульдог. Долго думали, как это можно сделать, вот бульдога. И однажды, когда я проезжал мимо Николаева, остановки Николаева, увидел в окне, могут быть собаки. И я вот посмотрел, как это примерно, вот какие-то черты там такие основные у собаки на норде. И вот пытался изобразить что-то такое. Ну вот, посмотрите, уже ведь все, уже что-то проявляется, уже ведь не человек, а собака. Ау! Но носик надо еще черным вот помазать, вот так вот, чтобы еще больше придать образ собаке. Вот и все. А теперь давайте заглянем в бутафорский цех. Познакомимся сразу с двумя Ларисами. А еще с новыми словами. Декорации и бутафория. Декорации – это предметы, которые нужны для спектакля большого размера. Крыша у нас почти уже закончена, но осталось немножко провести текстуру дерева. А можно мы тоже попробуем? Попробуйте. А еще теперь я вам хочу рассказать, что декорации бывают не только жесткие, но и мягкие. К мягким относятся задники, кулисы, половики. Наша сцена, поскольку очень большая, поэтому они у нас тоже огромных размеров бывают, где-то метров 12 на 15. С декорациями все ясно. Пора выяснить, что такое бутафория. Бутафория – это предметы, которые необходимы актерам во время игры на сцене. Это могут быть, например, предметы мебели, посуда, бусы, украшения. Вот, посмотрите, здесь у нас есть бананы, сковородка. Ой, а большая! Предметы могут быть увеличены для того, чтобы хорошо было видно со сцены. Это для сказки. Вот, рыбка. Пожарим? Да, здорово. Бутафорию и много других задействованных в спектакле вещей хранят в реквизиторском цехе. Тут и волшебную палочку можно найти, и тортик увидеть, но, правда, несъедобный. А что это такое шевелится? Бежит! Это наш артист-хомяк. Он живет здесь, я ухаживаю за ним. Его зовут Дмитриевич. Он играет в спектакле «Горе запах маромашки». Он еще молодой, недолго живет. А вообще-то это пятый хомяк в этом спектакле. Все к нему относятся с уважением, все приходят, угощают. Деатрия нужны все профессии. И бутафоры, и реквизиторы, и декораторы. Мы все живем одной дружной семьей. Бухты-барахты, плюшки-патрушки. Ну вот и исчезли друзья и подружки. Много ребята смогли бы узнать. Что же, до встречи. А я иду спать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова